Прочесть книгу «От доски до доски» – так говорили в старину, поскольку книги, которые были большой редкостью, облачались в переплёт из двух досок, обтянутых кожей. Именно такие книги с многовековой историей можно увидеть на выставке «Книга и время» в Государственном архиве Ульяновской области. Мы рассказываем, как менялась книга, каким темам она была посвящена. У нас книги светские и духовные, специальные и общеупотребительные. Какие книги запрещались, какие книги разрешались, какие рекомендовались. То есть история книги, она как и история человечества, очень интересна. Самый ранний экспонат выставки «Апостол». Эта книга была отпечатана в типографии Мамуничи в городе Вильно, нынешнем Вильнюсе, после 1595 года. Таким образом, она почти на полвека старше Симбирска. «Апостол» внесен в международный сводный каталог второпечатное издание Кирилловского шрифта второй половины XVI века. Наряду с книгами духовными в экспозиции есть и светская литература. «История о Мелинтесе и Паламедесе» – это, можно сказать, бестселлер 18-го столетия, его середины, когда на троне Елизавета Петровна. И эту книгу, представьте, вручную переписывал почти полтора месяца с 1 декабря 1758 по 12 января 1759 года. Это служитель капитана лейб-гвардии Измайловского полка Олимпия Степановича Шепелева, его денщик или кто-то еще Алексей Умнов. На выставке представлены рукописные книги «Старообряд». Так, небольшая самодельная тетрадочка, предположительно, XVIII века, заставляет задуматься над народной мудростью, а некоторые тексты вызывают улыб, например, притча о мерзком зелье картофии. Не менее интересный экспонат, выполненный тоже старообрядцами, рукописная книга «Ирмологий» или, говоря по-русски, «Обедница. Церковные песнопения». Сам текст как-то на нем немножко глаз спотыкается. Слова разбиты на отдельные слога, а над ними какие-то непонятные крючки. Дело в том, что поскольку это песнопение, чтобы удобнее было петь, точно так же, как в современном караоке, слова разбиваются на отдельные фрагменты, а крючки – это был специальный крюковой такой способ записания музыки. В советский период экспозиции представлен билетристикой, научной литературой и учебниками. Есть имбирские, ульяновские, столичные и зарубежные издания. Так можно увидеть книгу, изданную в 1919 году в Одессе в разгар гражданской войны, а также издание, увидевшее свет в Мичигане в разгар холодной войны. Выставка завершается интерактивной зоной, творческим местом писателя, на столе которого стоит еще печатная машинка. Кстати, машинка подлинная. Когда-то она принадлежала ульяновскому историку и краеведу Борису Оржанцеву. Выставка будет работать до 24 декабря.